Красный дракон покорил Тайвань, но не собирается останавливаться на достигнутом. Советский Союз провел активную кампанию в Европе. Разработка атомной бомбы не спасет британцев от карающего удара серпа и молота. Но мы должны сосредоточиться на реализации наших интересов. Кампания МАО продолжается, и мы еще не раз услышим о подвигах великого нефритового стержня. Третья мировая война начнется в 1957 году. 1 октября МАО начинает военную интервенцию в Пакистан. Часть не позволяет британцам бросить своего союзника, и весь альянс НАТО вступает в эту войну. Союзники ожидали, что присоединив Пакистан к Индии, Китай успокоится. Но у Красного дракона были свои планы на это противостояние. Медленно, но уверенно, китайцы начали осуществлять высадки на острова, градичащие с материковой частью Китая. США не могли позволить себе оборонять эти земли большим количеством дивизий. А это значит, что вторжение проходило как по учебнику. В довольно сжатые сроки нам удалось захватить острова близ Тайваня. Нами было захвачено несколько военных баз США. Китай получил свое распоряжение чертежи новых перехватчиков, а также информацию о качественном и количественном составе войск противника. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Как прям с выплатами на ютубе. Придя к власти, Хрущев был сосредоточен на укреплении взаимоотношений с Китаем. Советский Союз активно помогал Китаю в восстановлении государства. Однако после того, как Хрущев начал процесс десталинизации, отношения с Китаем резко ухудшились. Однако до окончательного разрыва еще далеко, ведь мы вместе участвуем в общей войне. Безусловно, НАТО захочет использовать наши слабости себе во благо. И мы будем бдительно следить за развитием событий. Наш военно-промышленный комплекс должен изменяться, подстраиваться под существующие условия войны. В свое время у американцев и англичан был самый большой флот в мире. Однако сейчас совершенно ясно, что именно мы занимаем вторую строчку в этой позиции. И на первое место выдвигается Советский Союз. Это значит, что Соединенные Штаты Америки находятся в непосредственной опасности. И после того, как мы разберемся с угрозой, исходящей непосредственно от Пакистана, мы сможем начать полномасштабное вторжение. Наша КБ занимается созданием прототипа нового корабля. Корабля, способного потопить американские авианосцы. В скором времени остатки американского флота будут ликвидированы. В феврале 58-го года мы начинаем вторжение в Олеску. Эта территория жизненно необходима нам, как военно-морская база, против возможной будущей агрессии со стороны Советского Союза. А мы совсем забыли про базу у британцев в Гонконге. Именно оттуда сейчас и начинается вторжение союзников. Но оно слишком быстро захлебнется, ведь мы готовы к любому развитию событий. Тем временем в Пакистане наши войска одерживают уверенную победу. Через пару месяцев эти силы закончат свои военные операции и будут готовы присоединиться к основному вторжению, когда придет время. Самое главное, что Аляска в ближайшее время будет захвачена нашими войсками. Разумеется, для нормального вторжения нам здесь придется немножечко обустроиться. Но со временем эта территория станет превосходной базой для развития нашего наступления. В огромных количествах мы начинаем закупку нефти у саудитов. Теперь у нас достаточный доход для реализации наших планов. И так худоведно нам удается продвигаться вглубь Аляски. И совсем скоро наши войска начнут получать необходимое снабжение. А французы, судя по всему, могут окончательно забыть о существовании французской Индии. Равно как и американцы могут забыть о существовании Аляски. Большая ее часть уже находится под дальшим контролем. И мы будем продолжать развивать наше наступление. Самое странное, что мы с вами никоим образом не строили никакие агропромышленные комплексы. А у нас уже плюс 340 по еде. Ах, если бы у нас так же было по доходам, был бы вообще шикардос. Хотелось бы, конечно, разместить в Аляске побольше гарнизонов. Но, к сожалению, на данный момент инфраструктура не выдерживает. Однако мы делаем все возможное для того, чтобы исправить эту проблему. Эта позиционная война серьезно изматывает наших ребят. Наша армия не приспособлена для ведения боя в таких территориях. Потери от холода и истощения составляют 35-40% от общего числа потерь. А ведь на дворе только 9 октября. Но зима близко, и нам нужно как можно быстрее занять уютную гавань. Мы готовим очередную высадку, ибо позиционная война смерти подобна. Вива ла Куба! Под боком у нас появляются новые друзья. Хороших новостей на линии фронта не так много. И наши солдаты будут рады услышать благие вести. Понемногу нам все же удается расширить линию фронта. Американцы всерьез никогда не воспринимали территории Аляски. Но свои домашние провинции они будут защищать с оружием в руках. Это лишь вопрос времени, когда остатки американской армии станут на защиту своих границ. Они были побеждены не раз нашими войсками на чужих территориях. Побеждены, но не сломлены. Наше выживание зависит лишь от скорости продвижения армии. И если мы хотим атыковать широким фронтом, то лучше бы нашим войскам пошевелиться. Ну и собственно кое-какие шансы на победу у нас все же есть. Мы начинаем продвигаться по центральному фронту, пытаясь взять вражеские войска в клещи. Однако это не так просто реализовать, как кажется. В каждом сражении мы несем непоправимые потери. Пока наш военно-промышленный комплекс худо-бедно справляется с нуждами армии, но со временем наше наступление захлебнется. И лучше бы нам к тому времени сформировать крепкую линию обороны. И лишить врага хотя бы половины его фабрик и военных заводов. В противном случае нас ждет крах. Но не все так плохо. Канада отдает нам провинцию за провинцией. Мы кисним их войска без особых проблем. В то же время наша очередная армия готовится к высадке. В ближайшее время баланс сил будет изменен. Соединенные Штаты Америки явно не ожидали увеличения концентрации сил на линии фронта. Сил коммунистического Китая, естественно. Наши первые дивизии уже прибыли в точку назначения. В ближайшее время наши войска объединятся с основными силами вторжения. Возможно, нам даже удастся реализовать несколько микрокотлов. Но Великая начинается с Мао. Да уж, ухожете оговорочки по Фрейду. Конечно же, с малого. Наши следующей основной целью станет взятие нескольких узлов снабжения. А Великая Британия тем временем безоговорочно капитулирует. Да уж, вы и дела. Советский Союз смог решить еще одну проблемку. Но, как вы понимаете, для нас это прекрасные новости. Ведь велик шанс того, что они перетянут свои силы на линию фронта с Янки. Здесь наши войска продолжают медленно, но все-таки успешно занимать все новые и новые территории. Наш Мао немного постарел, посидел, но его сердце по-прежнему пылает огнем революции. И да возбоятся его вороги наши, Ибо у него открывается огромная новая ветка фокусов. Да уж, друзья мои, ситуация интересненькая. Я вроде бы думал закончить сегодня это прохождение. Но тут явно контента еще на одно, а может быть даже целых два прохождения. Что ж, садитесь, устраивайтесь поудобнее, ведь все только начинается. Большой скачок, рывок вперед, который так яро планировал Мао, провалился. И мы уже сейчас чувствуем последствия. В ближайшие годы экономика Китая не раз содрогнется. И это всего лишь начало. Нам нужно как можно быстрее закончить эту войну. Но все понимают, какая капризная штука эта война. Боевые действия не задихают ни на минуту. А помощь, которую так обещали нам советы, пока не пришла. Судя по всему, Хрущев затеял какую-то свою игру. Что ж, наше правительство официально признает, что промышленная революция не состоялась. Мы по-прежнему остаемся полуаграрной страной. А планы у Мао были поистине барбарусовские. И всего за 15 лет он планировал обогнать Великобританию по промышленности. Но мы не только не смогли осуществить задуманное. У нас появились проблемы в сельском хозяйстве. Ведь крестьяне, по сути, делились с нашей страной несуществующими излишками зерна. Враждебность населения по отношению к Мао растет семимильными шагами. И это лишь вопрос времени, когда он достигнет своего апогея. Что ж, Мао придется серьезно постараться для того, чтобы избавиться от проблем в экономике и сохранить свое место. Он попытается отменить часть существующих реформ и придумать новые. Эх, если бы наш правитель знал, что все так обернется, он не стал бы воевать с Соединенными Штатами. Следующие несколько лет будут очень тяжелыми. И производственные мощности нашего государства существенно сократятся. В июне 60-го года мы смогли существенно пора двинуться по линии фронта. Однако это не то, что планировал наш государь. Военная кампания Мао приостановилась. Но уже сейчас мы наблюдаем, что и американцы не собираются перехватить инициативу в свои руки. Первое, что нам необходимо исправить, это чудовищное состояние нашего сельского хозяйства. Наши фермеры получат земли и соответствующие субсидии. Это вольно ударит по бюджету нашего государства, но другого выхода нет. Хотя, знаете, я сейчас наблюдаю за производством пищи и плюс 396 единиц баланса говорит мне об обратном. Хотя, возможно, это, конечно же, неприкосновенный военный запас. И, разумеется, наиболее успешной у нас идет военная кампания в Канаде. Хотя и она рано или поздно захлебнется, ведь мы не успеваем застраивать захваченные территории. Кеннеди становится новым президентом Соединенных Штатов Америки, и для нас это тяжелый удар. Многие верят, что именно он сможет навести порядок в Америке. Да, ну а нам бы навести порядок в своей собственной стране для начала. Благодаря нашим чисткам, многие советники КНР покинули эту замечательную страну. И, естественно, мы должны попытаться оправиться от такого тяжелого удара. Там у нас появляются возможности немножечко исправить промышленность, повысить добычу нефти, что немаловажно, учитывая то, что мы ее экспортируем. Ну а также продвинуться хотя бы немного в своей собственной атомной программе. Война штука суровая, но рано или поздно Китай оправится от экономического потрясения и продолжит наступление. Благо, у нас уже сформировалась неплохая линия фронта, и мы можем как атаковать, так и обороняться. Основной минус состоит в том, что нам нужно покрывать расходы на огромные гарнизоны, из-за этого страдает наша армия. И такие проблемы будут преследовать нас еще в ближайшие пару лет. Однако кое-где нам удается все же действовать достаточно эффективно. Американская армия хоть хорошо вооружена, но на данный момент она, к счастью для нас, малочисленна. А это значит, что мы можем уничтожать их дивизии одну за другой. Да, при этом мы будем нести зверские потери от истощения, но что поделать? Так, у нас тут некоторые небольшие проблемки с домашними территориями появились, и нужно исправить сложившуюся ситуацию. А вот теперь нестабильная ситуация складывается как раз-таки в Канаде, ведь здесь пустыхянно рвется линия фронта. Мы продолжаем принимать серию важных шагов в совершенствовании нашего государства и преодолении сложившихся неприятных проблем. В частности, мы продолжаем развивать нашу науку и образование. Итак, проблема дураков решена, настало время заняться дорогами. Следующие несколько лет должны пройти под эгидой строительства инфраструктуры. Но помимо этого, нам есть что развивать в нашем государстве. Нежданно-негаданно нам все же удается занять неплохие позиции и реализовать еще несколько котлов. Это действительно серьезное продвижение на западном фланге, и враг нескоро сможет оправиться от таких потерь. Параллельно мы также продолжаем закрывать канадский котел, ведь там сосредоточены крупные скопления вражеских сил. На и постоянно растущей промышленной базе нужны опытные инженеры. Это ценный ресурс, который требует постоянного восполнения, и мы приложим все усилия для того, чтобы организовать грамотное образование для всех слоев населения. В конечном счете, нам в любом случае потребуется расширить нашу научную базу, для этого нам нужны специалисты всех мастей. Одними инженерами мы с вами явно не ограничимся. Как и американцы не ограничатся одним котлом, мы продолжим бить вражину по всей линии фронта. И конечно же не все идет по плану. Канадское наступление, хоть и не очень удачное, но все же в ближайшее время будет реализовано. Наши войска понесли в этом регионе серьезные потери, однако то количество дивизий, которые нам удалось запереть, дорогого стоит. Очень скоро Маус сможет перейти к следующей фазе своего наступления. Просто потрясающие новости состоят в том, что мы нашли огромные месторождения нефти. В ближайшее время мы существенно сможем сократить экспорт. А это в свою очередь позволит избавиться от ряда проблем в экономике, ведь в последнее время мы работаем в минус. А наши резервы, увы, не безграничны. И да, в последнее время вся политвласть сливается на то, чтобы увеличивать влияние на Россию. Я пока не особо хорошо понимаю, как работает эта механика, но вполне возможно, что нам удастся замаринетить Советский Союз в будущем. В любом случае, если нам хватит подкреплений, то мы могли бы продолжить наше наступление в Америке. И возможно, у нас в руках будет свой собственный Советский Союз. И совсем не обязательно, чтобы он с нами граничил, если вы понимаете, о чем я. Никита Хрущев разрабатывает свою собственную царь-бомбу. Что же, оружие сдерживания у нас есть, но вот у американцев же уже давным-давно есть атомные бомбы. Правда, в то время, насколько я понимаю, их радиус поражения был не столь велик. Да и такое массовое производство на данный момент невозможно, так что мы можем продолжать безбоязненно атаковать. Интересно, а в этом моде есть возможность развязать ядерную войну? Или это просто часть лора, которая, к сожалению, так и не будет реализована? Что ж, мы проделали славную работу, и теперь можем еще немного укрепить нашу экономику за счет сельского хозяйства. Ну и, кстати, да, ваш великий лидер не бессмертен, и рано или поздно ему придется уйти на пенсию. Интересно, кто станет наследником нового великого Китая? Я думаю, об этом мы узнаем уже в одном из следующих прохождений. Теперь, минуточку внимания, если вы досмотрели этот видос до конца, значит, вам действительно важна судьба моего канала. Разумеется, я продолжу выпускать свои видосы и не брошу свою аудиторию, но параллельно мои видосы также будут выходить и на других площадках. Я по-прежнему не хочу собирать абсолютно ни с кого донаты и рекламировать всякие непотребства, поэтому лучшим вариантом поддержки моего канала для вас будет просмотр моих роликов на Яндекс.Дзене хотя бы в фоновом режиме. Это очень важно для того, чтобы я смог в кратчайшие сроки получить монетизацию и, самое главное, мотивацию продолжать делать видосы. Я благодарен всем и каждому, кто поддерживал меня добрым словом во вкладке сообщества и не дал моему настроению окончательно упасть ниже плинтуса, в который раз я хочу выразить благодарность вам, ведь без вас самих этого ничего бы и не было. Но и бонусом на Дзене будут выходить некоторые другие видосы и иногда я буду пытаться писать статьи. Но это так, небольшие плюшки для тех, кто захочет подписаться и поддержать меня добрым словом. Ссылочка будет в описании, а пока ставьте лайки, если они, конечно, еще что-то решают. Подписывайтесь на мой канал и давайте продолжать строить мир хойки вместе. С вами, как обычно, был я, Малавар Гейминг. Не падайте духом, ведь вместе мы справимся. До новых встреч, пока, ребята!